Братья и сестры, 31 августа 2015 года с территории Святского подволья Свято-Троицко-Сельгия Лавры была украдена Надымская Царственная Казачья Черезгорная Икона. Размер иконы 1,75 на 2,10. Ее обычно несут 10 человек крестным ходом. Мною было подано заявление в правоохранительные органы, но, к сожалению, коррупция, церковная мафия не дала возможность возбудить уголовное дело, которое по сей день еще не возбуждено. Идут формальные отписки. Мною подано обращение к президенту о коррупции на территории Северо-Пасадского района Московской области. Как оказалось, меня предал мой духовный наставник Архимандерит Герман Чесноков и сказал, чтобы я шел к исполнителям заказа, на меня прошел политический заказ, и чтобы я шел к исполнителям в благочине Свято-Троицко-Сельгия Лавры. Казаки Надымского Казачьего Круга написали письмо с требованием вернуть иконы, но это требование не было выполнено. Меня начали склонять к тому, чтобы я передал безосновательно икону на подворье Петра и Павла Свято-Троицко-Сельгия Лавры. Я обращаюсь всем, братьям и сестрам, монархистам, поддержать меня, наших казаков, в сайт официальный Надымского Казачьего Круга nko.org.ru, где можно найти всю исчерпывающую информацию о происходящих событиях. Икону хотели использовать для лжекоронации Жорджика из клана Кирилловичей на Водесовском районе на Рублевском шоссе. Для этой цели была разумована православная община церковная, святого царя Николая, царственных мучеников. На саму старосту храма Татьяну Гофман 12 ноября было совершено покушение, но Господь его берег. А милостью Божией меня Господь довел до Афона, горы Афон, через Сербию крестными ходами. И у меня состоялась встреча историческая с иеросхимонахом Рафаэлом Берестовым. Встреча была очень большой любви духовной. И было получено благословение еще на написание одного образа иконы такого же размера для передачи Святой Богородицы, Пречистой Гемы Марии, Скипетра и Державы грядущему Государю Императору. С Кирилловичами я не знаком и не встречался. Обо мне, чтобы скрыть эту ситуацию, икону воровали для того, чтобы она была на лже коронации Жоржика. И они распустили слухи, что якобы я принял присягу у Марии Владимировны и нахожусь у нее на службе. Но тут получилась незадача, что написанное ими обращение президенту Путину Владимир Владимирович не утвердил, не подписал. И поэтому икону пронесли на подборе Петра и Павла, Святотройца Сергия Лавры. А дальше события, которых они запланировали, не утверждены. Господь показывает свою силу и ведет промыслом Божьим. И я думаю и надеюсь, что скоро придет конец этим всем беззакониям и приход грядущего царя не за горами. Аминь и Богу слава. Из веков дренучих поднимается Заспонная девица молчком И навстречу солнце улыбается Протирая глазки кулачком Что ж ты спала долго так красивая Двадцать первый век уж на дворе Звучит Звучит Значит, правильно я шел к тебе. Яблочко, что сиело, золоченое. Да от бабы-то еди той, что с клюкой. Но днесь воскресенье прощеное. Вот я и пришел, Русь, за тобой. Божие пришло определенье. Ввиду тебя я подведет. А к Москве ждет нас ополченье. Царствию беззабожников конец. Только не жених тебе я, милая. И, любимой мне, тебя не звать. Хоть ты мне и сам, моя любимая. На жених твой царь тебе подстать. Вдруг он мне любезный, твой-то суженый. Я его люблю, но что тебя. И исполнить всякую правду нужно нам. И вот очередь его, а не моя. Он красивый молод, царской выпругой. Человек и ангеловоплоти. А я молодость сгубил свою-то. Выпил, кай. Вот приходится тонки платить. Прости. Ухожу обратно я. Вивка дремучая. Я и так уж далеко с тобой зашел. Поскорей, быстрей меня, лет и замучай. Главное, что я тебя нашел. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok